Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим интересную партию из финала чемпионата мира по Блицу 2022 года. В финале встретились два белоруса, два международных гроссмейстера Игорь Михальченко и Андрей Валюк. И в партии Игорь Михальченко мог красиво победить. Выпала следующая жеребьевка дебюта, летающая шашка А3 летит на А4, черная Ф6 летит на А3. Белая игра от ЖФ4. Развивает свой сильный в данном случае правый фланг. Обычно играем левым, но в такого рода позициях играем именно правым флангом. Ну и в этой позиции сильнейший план за черных играть ЖФ6. Здесь покажу интересную идею, я уже ее показывал. Как говорится повторение мать учения. Меняемся ФГ5. Черные играют ФЕ5 с угрозой сыграть ЕД4 и выиграть шашку, поэтому надо уходить на борт. ЖА6. Черные продолжают развивать свой сильный левый фланг. Белые подтягивают силы на правом фланге. ЖФ6. АЖ3. И здесь лучше всего сыграть на бортик. БА5. Белые играют ЖА2. Выжидают. Черные также выжидают СБ6. Здесь белые меняются назад. И черные играют БЦ7. Белые продолжают играть своим сильным правым флангом. То есть они ждут, когда черные сыграют БЦ5. И тогда они разменяются СБ4. И разгрузят свой левый фланг. То есть видите, у нас пока застряла шашка 1. Но у черных переразвитие. Поэтому рано или поздно черные сделают этот ход. Далее возможно ДЕ5, ЖА4, СД6, АЖ3. Ну и здесь уже черным необходимо вываливаться в центр БЦ5. И белые начинают разгружать свой сильный левый фланг. То есть меняемся СД4. И лучше всего здесь побить на Б4. С таким перебоем сделать размен. Играем затем АБ2. И на ход ДЦ7 играем ЕД2. Здесь есть очень красивая позиционная ловушка. То есть если черные играют ФЕ5, этот ход уже проигрывает. Причем очень красиво. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Неожиданно играем БЦ3. И выясняется, что позиционно у черных проигрыш. То есть плохо играть ЕФ6, СБ6. Это проигрывает. Приходится проводить комбинацию. Ну тогда белые здесь сами проводят. Контр комбинацию. И побеждают черных. Например, тут ФЕ7, АЖ7. ЕД6 поставили дамку. Ну и черные вроде бы еще поставят дамку. Но их дамка тут же ловится. И белые побеждают. Данную ловушку я разбирал очень хорошо в микроматче. Мастера Ивана Дьяченко и гроссмейстера Дмитрия Цинмана. Ссылку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите. Вот все эти варианты там подробно разобраны. Ну а ничего тут правильно делать. Играть ДЕ5 в этой позиции. Ну и на ход БЦ3. Играть СБ6. Теперь размен. ЕД4 ничего не дает. Да, белые выигрывают шашку. Но здесь никаких дивидендов. Лишняя шашка белым не приносит. Позиция абсолютно равная. Партия быстро заканчивается ничьей. Если же белые меняются назад. Тогда черные здесь еще могут достичь ничьей. Например. Б5. ФЖ3. ЕД6. ЖР4. Уходим на бортик. СБ4. Ну и белым надо играть ЕФ4. ДЦ5. ФЖ5. Ну и в этой позиции черным надо сделать точный ход. ФЕ7. Возникает так называемая позиция Швидкова. Здесь еще есть ничья. А вот ход ФЕ5 уже проигрывает. Белые пожертвуют шашку. И сыграют АЖ5. Здесь они выигрывают. Вот это все подробно разобрано как раз в моем видео. После ФЕ7. Тут ничья еще есть. То есть белые пожертвуют шашку. Разменяются. Черные вернут лишнюю шашку. Тоже разменяются. Ну после ЕД6 или ФЕ7. Черные отдают шашку. И постепенно достигают ничьей. Как тут обороняться правильно. Также разобрано в моем видео. То есть Андрей Валюк знал этот дебют. И ему надо было победить. То есть Игорь Михальченко был выше по таблице. То есть надо было Андрею Валюку только побеждать. Поэтому он решил запутать Игоря. И сыграл на ход ЖФ4 Б5. Белые играют ФЖ3 и ждут когда черные сыграют ЖФ6 и разменяются ФЖ5 с лучшей игрой. Андрей Валюк продолжает путать соперника и играют АБ6. Поэтому белые сыграли СД4. И черные играют АБ4. С идеей разменяться назад и получить лучшую позицию. Поэтому белым надо играть БЦ3. Лучшего здесь уже нет. Черные закрылись. И белые сыграли АБ2. Черные играют Б7 с идеей разменяться на поле С5. Белые выжидают ЖФ2 и черные меняются. Белые здесь напали и черные провели комбинацию. ЕД6, ДЦ5 и БЦ3. Партия Игорь Михальченко тут же поймал дамку и разменял ее. И партия закончилась ничьей. То есть белые сыграли ЕД2, затем ФЖ5. Побили дамку. Ну и после недолгой борьбы здесь соперники заключили перемирие. Тем не менее в этой позиции у белых был очень красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Попытайтесь сыграть сильнее чемпиона мира Игоря Михальченко. Если, друзья, найдете эту комбинацию, то получите большое эстетическое наслаждение. Я тут 10 минут ломал голову, но все-таки нашел комбинацию. Уже думал не найду, нашел. Но тем не менее, видите, я знал, что здесь комбинация. А Игорь Михальченко не знал. И кроме того, они играли в Блиц. А у меня было время подумать. Белые побеждают после хода ЕД-2. Ну и в этой позиции не надо было играть ФЖ-5. Надо было сыграть ЕД-4. Затем ЦБ-2. Побили, побили. Ну и белые проводят знаменитую комбинацию стрела. Видите, как стрела в полет шашки выглядит. Белые бьют в дамки. Ну и здесь легко побеждают черные. Не могут поймать дамку. То есть рано или поздно они разменяют вот эти две шашки. И три шашки черных будут обрезаны по большой дороге. Ой, по двойнику, например. Так. 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 Разменялись. Ну и все. Тут у белых простой выигрыш. То есть как бы черные не играли. Им придется пожертвовать две шашки. Ну и здесь белые должны победить. Вторая идея. Также из партии Игоря Михальченко. Он ее показал на чемпионате Беларуси. То есть это его анализ. Так. На десерт покажу. Леталка. Ж3 на А5. Ну у черных позиция лучшая. Белая играют СД4. С идеей разменяться ДЦ5. Черные естественно этому препятствуют. И сами занимают центр. ФЕ5. БЦ3. БЦ5. АБ2 белые выжидают. И черные ставят тычок. ЕФ4. Белая играют СБ4. Черные ЕФ6. Ну и здесь можно разменяться до Е3. В принципе неплохой размен. АЖ7. АЖ3. ЖА6. БЦ3. Обе стороны подтягивают свои силы ближе к центру. И черные играют ФЖ5. В этой позиции белые ошиблись. Сыграли ЕД2. Этот ход очень плохой. А ничья еще была в этой позиции. Довольно таки простая. Надо было смело сыграть СД4. И не бояться укола ЖФ4. Да он выглядит болезненным. Но на самом деле здесь есть у белых ничья во всех вариантах. То есть бьем именно на Е5. Иначе мы потеряем шашку. Белые бьют на Д2. Бьем сейчас именно на Б6. Остальное проигрывает. Ну и после того как черные бьют. Можно побить на Д6. И затем на С3. И белые постепенно уравнивают позицию. Такая ничья была у белых. Но в этой позиции после ФЖ5 белые сыграли ЕД2. И здесь у черных оказывается выигрыш. Играем ЖА4. И выдавливаем черных белых в центре. СД4. И здесь черным надо сделать отличный ход АБ6. То есть играем на сам зажим. Не боимся связки. Потому что у белых здесь переразвитие. И позиция черных здесь будет лучше. Ну на самом деле здесь она уже выигранная. ЖА4 ДЕ7. ДЦ3 ЕФ6. Белые еще не подозревают что у них проигрыш. Поэтому играют спокойно. ЖА2. ФЖ5. АЖ3. Ну и здесь ход ФЖ7. Ничего не дает. Да. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти выигрыш за черных. Он очень необычный. Парадоксальный выигрыш. Если найдете выигрыш. То получите тоже большое эстетическое наслаждение. Ход ФЖ7 здесь ничего не дает. Просто проводим комбинацию. Ну тут еще непонятно у кого лучше на самом деле. То есть тут черным явно не победить. А выигрыш давал именно ход Б7. То есть такой непонятный ход. Мы убираем опорную шашку. Ставим себе сами получается отсталую шашку. Но тем не менее выигрывает только этот ход. В чем идея? На ход ДЕ5 мы жертвуем шашку. СД4. И бьем вперед. И несмотря на лишнюю шашку у белых проигрыш. То есть ходить некуда. А если белые проводят вот такой же разменный маневр. ФЕ5. Тогда бьем на Х2. Белые бьют на Б8. А тут оказывается есть удар. Ставим дамку на Ж1. И играем ЖФ4. Бьем именно дамкой три шашки. Затем побьем еще шашку Ж5. И черные здесь постепенно выигрывают. Можете убедиться в этом сами. Вот такие интересные идеи. Друзья, если вам понравилось данное видео. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Ввечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok.